Мы продолжаем, и в этом видео мы будем разбирать, как передавать данные из графического интерфейса, собранного с помощью Kiwi в бетоний файл на обработку, и наоборот, как пользователю отображать что-то в этом графическом интерфейсе. В этом видео я буду двигаться медленно, зато не будет никакой магии. И для начала я хочу собрать какую-нибудь форму, на примере которой буду показывать, как все это происходит. Пусть это будет GridLayout. Соответственно, контейнер будет потомком GridLayout. Это убираю. Убираю. У GridLayout моего будет 2, нет, 3 строки. На первой строке будет TextInput. На второй будет метка. И кнопка. Кнопка уже есть. Текст у метки будет, ну, какой-нибудь. И посмотрим, что получилось. Сохраню файл. Вот такая штука. Мультисрочный TextInput. Сейчас мы это поправим и приведу в более-менее какой-то адекватный вид. Значит, паддинги я хочу. 50 пикселей. Свойство Multiline ставлю в False. Свойство FontSize будет, не знаю, 40 пикселей. Тут, кстати, тоже. И я хочу уменьшить размер текстового поля, чтобы он был поменьше. Свойство SizeHint у него будет по горизонтали на 100%, понятное дело. И по вертикали пусть это будет 40%, ну, то есть, половина почти от того размера, который ему выделяет GridLayout на его строку. И для кнопки тоже. Такой эксперимент сделаем. В качестве тренировки к прошлой теме. Пусть это будет 50% по горизонтали и также 40% по вертикали. Высоту. Запускаем. И вот мы видим. Кстати, здесь ничего не изменилось. Размер не изменился, потому что GridLayout при использовании со строками точно так же контролирует размер ширины своих дочек, своих детей. Для того, чтобы влиять на размер, я оберну кнопку, помещу ее на FloatLayout. Посмотрим. Гораздо лучше, но теперь нужно его разместить где-нибудь вот здесь. Нужно изменить свойство PauseHint. Центр X будет посередине, это 0,5% по горизонтали. И свойство Y, это нижняя граница, напомню. Будет, пусть будет на 10% отставать будет. Вот мы ее центрировали. Свойство FontSize тоже увеличу до тех же 40. Вот примерно так. Ок. Здесь TextInput SizeHint, видите, у нас размер по ширине, он не меняется. Поэтому тут, в принципе, можно использовать свойство SizeHintY. Вот так пишется. И указывать только высоту. По сути, SizeHint, вот это свойство, вот этот кортеж, это Alice к SizeHintX и SizeHintY. К этим свойствам. Поэтому, в принципе, можно использовать и вот это. Ок. Это совершенно не имеет значения. Имеет значение следующее. Чтобы показать, как передавать данные из графического интерфейса, из виджетов, в питоне файл и наоборот, в принципе, совсем не сложно. Это займет, наверное, минута три. Включая все объяснения. Но такой подход мне не слишком нравится, потому что из-за высокого уровня абстракции это будет казаться магией. А когда нам что-то кажется магией, это не очень хорошо, потому что это значит, что мы не в полной мере понимаем, как это что-то работает. Поэтому я опущусь чуть ниже уровнем. Как вообще работает kv-файл? Что это такое? Это просто текстовый файл. Просто текст. Который kivy парсит специальным своим парсером. И этот парсер на основе вот этого описания, он создает дерево объектов питона. И к этому дереву у нас, понятное дело, есть доступ. Давайте я открою файл mainpy в интерактивном режиме. Python 3. Defiz.i и mainpy. Вот создался наш интерфейс. Я его закрою. Интерактивный режим означает, что все объекты, которые я здесь насоздавал, функции класса переменной, они все уже как бы импортированы в консоль. Поэтому никаких импортов я не делаю. Давайте я создам экземпляр класса container. Вот наш контейнер. И затем посмотрю на его атрибуты. Что у него есть? И у него есть специальный атрибут свойства children. Давайте мы к нему обратимся. Что мы увидим? Мы увидели список его дочерних элементов. Это float layout, в котором находится кнопка, но мы ее не видим, потому что кнопка не является непосредственной дочкой нашего контейнера. Label и text input. Если мы обратимся к float layout и посмотрим его дочек, то мы увидим там кнопку children. Еще раз. Нулевой элемент. Это будет как раз float layout. И посмотрим на float layout. Еще раз посмотрим на его дочек. Видим кнопку. Получаем доступ. Опять нулевой элемент. И вот наша кнопка. Ну давайте я создам переменную и занесу нашу кнопку туда. Зачем я это делаю? Я хочу просто показать, что мы можем дотянуться до любого виджета из нашего класса контейнер. И то же самое мне нужно сделать с меткой. Метка это второй элемент списка children у нашего контейнера, поэтому у него индекс 1. Дочерних элементов нет, поэтому сразу label. Баттон. Баттон. Лейбл. Отлично. Вот наши объекты. Я дотянулся до этих виджетов с более высокого, так сказать, уровня с класса контейнер. Я до них дотянулся. Есть обратный путь. Мы можем дотянуться, находясь, грубо говоря, имея на руках экземпляр дочернего класса, мы можем дотянуться до рутового виджета. Для этих целей у базового класса виджет, потомками которого являются вообще все виджеты в киве, есть метод walk-reverse, который проходит по дереву виджетов в определенном порядке. Метод walk-reverse возвращает генератор, поэтому тут нужно использовать либо функцию next, то есть создаем объект генератора и передаем его функцию next, как обычно. Либо мы прокручиваем его в цикле. Я хочу сделать это в цикле. Для каждого виджета в, например, кнопка, начнем с кнопки, walk-reverse. Walk-reverse возвращает объект генератора, который уже прокручивается в цикле. Print-v. На каждой итерации цикла мы получаем объект виджета в том порядке, в котором он следует до самого верхнего уровня. Мы начинаем с кнопки, с этого, с текущего уровня, затем следующий, это float layout, затем будет виджет label, текст input и, наконец, контейнер. Последнее, что мы здесь видим, это наш родительский класс, контейнер. То же самое будет с меткой. Метки все просто. Следом за ним идет текст input и затем уже контейнер. К чему я это все? Я к тому, что вот мы на практике убедились, что мы имеем дело со списками объектов каких-то. Мы убедились, что можем дотянуться до любого виджета в этом дереве, как вниз к дочерним элементам, так и наверх к родительским, вплоть до рутового виджета. То есть дерево объектов Python для Kiwi интерфейса, который описывает Kiwi интерфейс, создается на основе Kiwi файла. И мы манипулируем только теми объектами, которые находятся в дереве виджетов. Дерево виджетов это контейнер, класс контейнер. У него есть дочки, у каждой дочки есть родители и так далее и тому подобное. Собственно, вот именно это я хотел продемонстрировать. Идем дальше. Вот у нас есть наш интерфейс. Мы можем тут что-то пописать, потыкать, ничего не происходит. Не происходит ничего, потому что мы не задали обработчики для событий. То есть события генерируются, нажатие на кнопку, появление текста, но это мы никак не используем. Чтобы повесить обработчик на какое-то событие, первым делом я должен его указать. У кнопки есть два события. OnPress и OnRelease. OnPress выстреливает тогда, когда я нажимаю на кнопку, но не отпускаю. Нажал, она тут же выстрелила. OnRelease выстреливает тогда, когда я отпустил кнопку. То есть если я нажал на кнопку и держу, это событие OnPress. Если я кнопку отпустил, это OnRelease. Затем я указываю либо обработчик события, какую-то конкретную функцию, либо какое-то поведение. Я хочу, чтобы текст у самой кнопки поменялся. Здесь, как обычно, я указываю ключевое слово Self, которое указывает на конкретный объект, в котором происходит событие. SelfText, то есть я обращаюсь к свойству текст самой кнопки и присваиваю новое значение OnRelease. Self здесь работает точно так же, как в Python. Он указывает на конкретный объект класса. Ну, например, вокруг меня три дома, построенные по одному и тому же проекту. Они одинаковые. Но я сижу в одном из них. В каком из них я сижу? В первом, втором или в третьем? Когда я говорю, я дома. Я где? Я в том, где я нахожусь. То есть Self указывает на тот дом, на конкретный, где я нахожусь. Если я буду сидеть в первом доме, Self будет указывать именно на этот дом. Соответственно, если у нас 50 кнопок, Self будет указывать именно на тот объект кнопки, на котором произошло событие OnRelease. Ну, в общем, это стандартное поведение. Здесь ничего нового для вас нет. Запускаю. Вот я нажал на кнопку и держу. Ничего не происходит. Как только я отпустил, выстрелил событие OnRelease, и мы получили изменение текста кнопки. Окей, с этим все понятно. Следующая задача. Усложняемся. Пользователь что-то вводит. Я нажимаю на кнопку и хочу, чтобы здесь, в лейбле, это изменение как-то отразилось. То есть, практически это значит, что значение свойств из одного класса, из одного виджета, должно как-то перейти в значение свойства другого класса. В этом сложность. Штука в том, что виджеты, которые мы описали в Kiwi файле, они напрямую между собой никак не связаны. Мы с этого начали. Kiwi файл это просто схема, которую Kiwi распарсивает и создает на основе этого описания нужные объекты. Но напрямую вот эти объекты, дочерние, текст-инпут, лейбл, там, баттон, напрямую эти объекты, ну никак не связаны. Они связаны друг с другом опосредованно через своего самого главного родителя, через класс-контейнер, через корневой виджет. И соответственно, доступ к конкретным виджетам осуществляется через их общего родителя, через класс-контейнер. То есть все управление этим интерфейсом, данными, будет выполняться именно через него. Он как диспетчерская будка такая. Наблюдатель или наблюдающий observer, то есть наш класс-контейнер, должен иметь непосредственный доступ к тем объектам, которые ему нужны для работы. Вот в нашем случае я хотел, чтобы по событию onRelease при нажатии на кнопку текст из виджета текст-инпут попадал в виджет-лейбл. То есть из класса контейнер нужен прямой доступ к этим двум объектам. Это делается с помощью свойств класса, в которых значениями будут ссылки на конкретные объекты, на нужные объекты. Но на самом деле хоть на все объекты можно навесить такие вот свойства. Просто обратившись к конкретным свойствам класса, мы получим доступ к нужным объектам. И в методах класса мы можем это использовать. Давайте я создам парочку свойств для текст-инпута и для лейбла. Свойства я назову, скажем, кракозябра. Неудобно, зато наглядно. Почему кракозябра? А чтобы нельзя его было перепутать с нормальными атрибутами. Но пока будет кракозябра, и потом я его переименую. Вот я создал новые свойства, и теперь я должен присвоить ему некоторые значения. Какое значение я ему присваиваю? И вот в качестве значения я должен на самом деле присвоить ему ID конкретного виджета. Я здесь определяю ID. Это может показаться странным, но ID это не свойство конкретного класса. Пусть будет текст-инпут ID. И здесь я указываю соответственно текст-инпут. Обратите внимание, что это не строка. Здесь нет никаких кавычек. ID это не свойство класса. То есть мы не имеем доступа к этому ID. И этот ID используется парсером Kiwi для создания ссылок на конкретный объект. Вот я определил свойства кракозябра, присвоил ему значение. Давайте мы опять вернемся в консоль. Запускаю. Закрываю. Создаю экземпляр класса контейнер. И в него есть словарик ID.s. Это ID во множественном числе. И что мы видим? Мы видим ключ текст-инпут. Ключом этого словаря является значение этого ID. И в качестве значения этого ключа мы получаем объект текст-инпут. Ну, если быть точнее, мы получаем объект wickproxy. Слабую ссылку. Что такое слабая ссылка? Как вы знаете, системы со сборщиком мусора, garbage collector, работают на основе ссылок. То есть он удалит из памяти объект только тогда, когда на него не останется ни одной ссылки. Проблема в том, что разработчикам иногда нужно было с такими объектами работать. Иногда нужно было, иногда и не нужно было. То есть у них должна была сохраняться возможность получить доступ к каким-то объектам. И они оставляют на него какую-то ссылку. Иногда такое приведение приводит к утечкам памяти. Объекты копятся, копятся, копятся и не используются никак. А garbage collector не может их никак удалить. Из-за того, что ссылки сохраняются. И вот для решения этой проблемы в Пайтоне есть модуль, который называется wickref. С его помощью можно создать так называемую слабую ссылку на объект. То есть разработчик получает доступ к конкретному объекту какому-то, но при этом эту ссылку garbage collector не учитывает. И в случае чего он эти объекты подчищает. Вот что делает, собственно, Kiwi. Когда распарсивает Kiwi файл, он на основе вот этого ID создает ключ в словаре. Это observable dict, специальный такой словарь. И ключом значения соответствующего будет слабая ссылка на конкретный объект. Идем дальше. Для каждого Ainoa в dir.c наш контейнер. Print Ainoa. Это список атрибутов класса контейнер. И мы видим, что здесь есть карказябра. Давайте мы его посмотрим. Что это за карказябра у нас такая? И мы получили как раз-таки ссылку на текст-инпут. По свойству карказябра. Собственно, это то, что мы здесь описали. У экземпляров класса контейнер получился атрибут карказябра, свойство, которому присвоена слабая ссылка на объект текст-инпут. Вот мы это сделали. И теперь мне нужна точно такая же ссылка на лейбл. На экземпляр класса лейбл. Придумаю какое-нибудь свойство, по которому этот лейбл будет доступен. Лейбл. Ну, пусть будет лейбл виджет. И назову его как-нибудь лейбл. Создаю ID. И этого достаточно для работы. Возвращаюсь к обработке события onRelease. Что мы будем делать здесь? Я хочу, чтобы по клику по onRelease запускалась определенная функция. Точнее, определенный метод. Я обращаюсь с специальным ключевым словом root к их общему предку, к контейнеру. Root указывает на тот виджет, который находится на вершине иерархии. То есть на root-вый виджет, на класс контейнер. И пусть у него будет метод changeText. У класса контейнер никакого метода нет такого. Поэтому я его создам. Как-то так. Def changeText. Поскольку этот метод класса, не забываем self. Что мы здесь делаем? Поскольку у нашего класса появилось два новых атрибута, мы прямо с ними можем взаимодействовать отсюда. Значит, мне нужен указание на атрибут самого экземпляра. self-label-widget. Обращаюсь к его свойству текст. Label-widget ссылается на вот этот лейбл. Понятное дело. У лейбла есть свойство текст, которому я присвою новое значение. Новое значение я возьму из карказябры. Из, опять-таки, свойства текст. Вот и все. Сохраняю все файлы и запускаю. Предположим, я что-то ввел. Кликнул. И ничего не получилось, потому что я опечатался. Текст. Будем внимательны. Еще раз. Вот мы поменяли текст. Давайте пусть это будет что-то полезное. Какая-то манипуляция будет проходить. Приведу это все к верхнему регистру. Супер. Окей. Вот так это работает. Но есть нюанс. Так никто не пишет. Поскольку есть принцип, что явное лучше, чем неявное, в классе соответствующем создаются нормальные свойства. Пусть это будет свойство текст.инпут. Я его заменю на карказябру. То есть карказябра у меня перестает быть карказяброй, становится текст.инпутом. Равно. Здесь я импортирую from Kiwi properties import object property. Объект property создает ссылку на объект питоний. Свойств достаточно много для почти всех типов данных. Kiwi properties import object property. И соответственно текст.инпут у меня становится экземпляром класса object property. И я использовал второй виджет. Label виджет. Он также будет object property. Наше поведение от этого не изменится. Все то же самое. Но такая запись, она более явна для нас. Нам не приходится лазить в Kiwi файл, чтобы смотреть, какие новые атрибуты мы прописали у класса контейнер. И мы обеспечиваем себе создание свойств определенного типа. Такой вот записью. То есть это будет object property. И все, собственно. Ничего особенного. Ничего сложного. Никакой магии. Все очень просто. На самом деле, если опуститься чуть ниже. Все становится понятно. Окей. В следующем видео я буду наконец собирать свое приложение на стандартном Kiwi. То есть с помощью стандартных виджетов Kiwi. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Молчанов. Пока. Продолжение следует.